МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Гетеборги, у самого Синего моря, хотя не самого теплого моря, надо признать, делают автомобили Вольво. И эту марку, если честно, очень любят в России. И, конечно же, всегда ждут новинок. Антон, сегодня есть, наверняка есть, чем порадовать поклонников марки. Да, безусловно, Сергей абсолютно прав. Вольво сегодня является, наверное, самым северным автопроизводителем в мире, потому что штаб-квартира находится в Гетеборге, в Швеции. Я думаю, что нет другого автопроизводителя, который бы свои автомобили создавал так далеко на севере. Безусловно, это помогает нам делать автомобили, которые приспособлены для зимних условий. И если говорить про новинки и про то, чем мы можем порадовать, мне кажется, что в последние годы мы не перестаем радовать. Если раньше мы действительно, наверное, посмотрим на историю Вольво начала 2000-х, их мы где-то показывали раз в два года по одному новому автомобилю, то сегодня мы каждый год показываем по две новинки. Уже в этом году мы в России представили два новых автомобиля. Это совершенно новый седан С-90 и совершенно новый универсал повышенной проходимости В-90 кросс-кантри. Но на этом мы не остановимся. Я хотел сказать, что мы тут в России тоже живем на экваторе, так что Вольво как производитель, северный производитель нам очень близок. Тут, конечно, вообще с 2000-го года изменялась марка. Вот какие все-таки, когда начались эти изменения новых вот этих вот моделей? Я бы сказал, что основные изменения, они связаны с тем, что 6 лет назад у компании сменился владелец. Сегодня Вольво Карс принадлежит китайскому холдингу Джили. И китайский инвестор действительно очень много сделал для того, чтобы, с одной стороны, Вольво остался поистине шведской компанией, со всеми своими ценностями, которые присущи автомобилям Вольво. Это качество, безопасность, узнаваемый скандинавский дизайн. С другой стороны, за эти годы были сделаны инвестиции в размере 11 миллиардов евро в модернизацию заводов, в изобретение новых платформ, новых двигателей. И все эти разработки ведутся по-прежнему в Швеции. Вместе с тем, мы за последние 5 лет увидели результаты трудов и результаты этих инвестиций. Прежде всего, в 2014 году был представлен абсолютно новый XC90, наш флагманский внедорожник, который действительно начал новую эру в жизни компании Вольво. Вслед за XC90 были представлены уже упомянутые мной модели S90 и V90 Cross Country. И в этом году наш бестселлер, наш лидер продаж, среднеразмерный кроссовер XC60, также увидел свет, был представлен на автосалоне в Женеве в марте. И, наверное, я впервые об этом скажу публично. Очень хорошая новость про то, что слушатели шансона узнают сегодня об этом первые, что первые автомобили XC60 приедут в Россию уже в этом году. Мы до этого не могли про это ничего сказать, к сожалению, потому что предполагали, что первые машины приедут только в следующем году. Но буквально на днях стало известно, что мы получим первую партию ограниченных автомобилей в этом году. И уже в ноябре она появится у дилеров Вольво в России. Это отличная новость, которой я рад поделиться. Действительно оптимистичная очень нота. Предлагаю здесь делать короткую музыкальную рекламную паузу, а потом поговорим конкретно о каждой новой модели. У нас в гостях сегодня компания Вольво с Антоном Свекольниковым. Мы обсуждаем новые модели на российском рынке. Новый бизнес-седан S90. Машина была представлена в Женеве, но она уже у нас, как наша публика, этот автомобиль встретила. Автомобиль приехал в Россию буквально несколько месяцев. И не так много машин сегодня еще на дорогах, поскольку на первом этапе у нас не очень большие квоты и нет возможности покрытия существующий спрос на новый автомобиль. Но, на мой взгляд, машина принята в нас очень хорошо. Мы, несмотря на то, что машина только приехала, уже успели получить такие очень приятные отзывы от профессионального сообщества. И прежде всего, уже вот в этом году две награды получила машина, которые мы считаем очень ценными. Это гран-при за рулем, как лучший бизнес-седан, и награда топ-5 авто, которую вручает автомобильное сообщество журналистов. То есть, они действительно сказали, что это очень достойный автомобиль. И в сегменте бизнес-седанов, где, не будем скрывать, многие годы правили бал немцы. И мы здесь вышли на такое очень конкурентное поле, где соперники действительно очень-очень сильные. И мы этого не скрываем, что конкуренция здесь сложная. Но, мне кажется, 190 составил достойную конкуренцию этим. Но пока еще нет той ситуации, я понимаю, что прийти и купить как пирожок в салоне невозможно, да, но пока еще нет такой очереди, когда люди ждут открытку, получить вот это, как это было далеко в нашем советском прошлом, на «Жигули». Еще такого дефицита нет? Ну, такого дефицита, конечно, нет. Вместе с тем, на самом деле, мы призываем клиентов и стараемся обсуждать с клиентами историю индивидуального заказа автомобиля, потому что мы работаем в премиальном сегменте. И знаете, когда, например, человек хочет себе хороший костюм, он не идет в магазин, он идет в ателье. И ему шьют ателье по его меркам. Вот мы себе видим, чтобы клиент остался максимально доволен, он должен покупать не то, что дилер за него выбрал, и он пришел и купил что-то со склада, а автомобиль, который будет идеально сшит под него. Поэтому мы всегда клиентам говорим о том, что да, вы можете посмотреть какие-то автомобили в наличии, но наша рекомендация – подождать 2-3-4 месяца, но получить автомобиль, которым вы каждый день, которым вы будете восхваляться и радоваться. Ну, у нас встречают действительно по одежке. Не могу не спросить о внедорожнике В90, да, кросс-кантри. Ему он вседорожник, да, ему, правда, все дороги доступны? Да, кстати, мы даже, наверное, имеем подтверждение этому факту. В этом году у нас был довольно большой автопробег для этого автомобиля, когда мы его презентовали журналистам, то мы отправились в окрестности Владикавказа, и журналисты тестировали автомобиль в Алании и Дагестане, где, откровенно говоря, с учетом того, что ездили мы в горы, не везде далеко есть дороги. И вот все отзывы по этому автомобилю были действительно о том, что мы не ожидали, что В90, кросс-кантри, который, по сути, построен на базе универсала, является действительно вседорожником и внедорожником, обладает высоким клиренсом 210 мм и способен преодолевать абсолютно разные условия. Но впереди зима, и мы обещаем устроить новое испытание для этой машины. Я думаю, что, Сергей, вам тоже будет интересно. Обязательно вас пригласим. Я, на самом деле, с удовольствием принимаю приглашение. Но, к сожалению, здесь законы эфира предписывают нам сделать небольшую паузу опять. Мы вернемся к вам через пару минут, и тогда уже поговорим об успехах компании на нынешнем весьма непростом российском рынке. На радио шансон «Большие люди» из большой компании «Вольво». Антон Свекольников рассказывает о достижениях марки в России. Сегодня робко начали говорить о восстановлении рынка автомобилей после кризиса у нас в России. Антон, вот как дела у «Вольво» в этой непростой ситуации? — Ситуация действительно последний год была непростая. Но для нас, для «Вольво» эта ситуация, особенно в России, именно в России осложнилась еще тем, что мы, грубо говоря, стали заложником глобального успеха компании. С момента презентации обновленного абсолютно нового XC90 в 2014 году мы увидели огромный интерес к марке, огромный рост интереса к марке. И на основных рынках, а основные рынки сбыта для «Вольво» сегодня — это Китай, Соединенные Штаты Америки и традиционно Швеция. У нас был настолько большой спрос, что мы до сих пор испытываем проблемы с производством. Нас не хватает машин, которые мы производим, для того, чтобы поставлять и удовлетворять спрос по всему миру. То есть рынок пришел в стадии? Это прекрасная новость. Но на фоне событий, происходящих в России, так получилось то, что мы испытывали проблемы с поставками в Россию автомобилей. Даже, с одной стороны, сложная экономическая ситуация, которая не способствовала тому, чтобы росли продажи. А, с другой стороны, невозможность вовремя всегда предложить клиенту автомобиль, который он хочет закупить. Ну, представьте ситуацию. Человек приходит за машиной, он говорит, я хочу купить дорогой автомобиль, а сегодня Volvo это автомобиль премиальный, дорогой. И, конечно, клиент специфический, который покупает такой автомобиль, он рассчитывает на определенный уровень сервиса, отношение к себе. И когда он хочет купить машину, особенно если он покупает ее не в кредит, то он ожидает, что автомобиль будет у него в ближайшие сроки. А мы ему говорим, ну, вот новинка, действительно, мы ее можем вам предложить, но мы вам придется подождать несколько месяцев автомобиля. Не всегда, к сожалению, клиент готов ждать, особенно, когда клиент в премиальном сегменте. В общем, у нас были некоторые сложности в этой связи, но, тем не менее, в этом году мы отмечаем уже рост продаж на 30%, по сравнению с прошлым годом, именно в России. И это нас очень радует, и прежде всего нас радует, что действительно мы сегодня видим возможность завода удовлетворять наши запросы и поставлять все больше и больше машин на российский рынок, в том числе новинки. Ну, вот, вообще сейчас заработать только на продажах автомобилей довольно сложно. Ну, все, естественно, работают, не только компании Volvo, наверняка и другие ваши конкуренты работают сегодня так, что предоставляют какие-то услуги по сервису, какие-то дополнительные на обслуживании зарабатывают. И понятно, что Volvo тот автомобиль, который не сделаешь у дяди Вани в гараже, хотя, наверное, многие так и делают. Все-таки что вы делаете в плане действительно сервисного обслуживания вот для этого своего дорогого клиента? Мы действительно стараемся, чтобы клиенты были довольны, и по нашим исследованиям уровень удовлетворенности клиента Volvo один из самых высоких в премиальном сегменте. Это очень приятно наблюдать. В последние годы мы начали реализовывать новую программу, которая называется персональный сервис Volvo. Сегодня где-то, наверное, всего лишь одна пятая часть нашей дилерской сети работает в рамках этой программы, но каждые несколько месяцев прибавляется по одному дилеру. А в чем особенность? Особенность в том, что мы стараемся сделать для клиента процесс обслуживания его автомобиля максимально прозрачным и понятным. Прежде всего, сдавая автомобиль в сервис, он имеет своего личного персонального механика, который обслуживает его автомобиль. То есть он у дилера, который работает по программе персональный сервис Volvo, обслуживается и общается не с мастером-приемщиком или консультантом, который по компьютеру читает что-то про его автомобиль, а он общается со своим личным механиком, который знает его автомобиль как, грубо говоря, врач знает ваш личный семейный доктор, знает вашу карту здоровья. Вот здесь то же самое. Мудро. Механик, во-первых, у клиента есть прямой телефон, он имеет возможность пообщаться с механиком напрямую. В случае, если, например, что-то ему не нравится, как ведет себя машина, ему не нужно записываться и обращаться к дилеру каждый раз, чтобы пройти консультацию. Он может в какой-то ситуации просто позвонить механику и сказать, слушай, у меня здесь вот такое-такое, как ты думаешь, это что-то серьезное? Он ему, зная карту здоровья его автомобиля, может сказать, знаешь, наверное, сейчас это, в принципе, ничего серьезного, давай там дождем до нашего следующего ТО, и мы этот вопрос тогда решим. Ну, или даст какую-то рекомендацию в текущем режиме. Мы видим, что клиенты, которые обслуживаются вот у этих дилеров по персональному сервису Volvo, они, во-первых, чаще, на самом деле, в итоге возвращаются в сервис, потому что им нравится обслуживаться у такого дилера, потому что они чувствуют доверие, они чувствуют, что здесь есть какая-то правда в том, что они слышат от механика, и им хочется у такого дилера обслуживаться. А во-вторых, ну, конечно, сегодня много спецпредложений в сегменте постпродажного обслуживания, и, конечно, мы всегда готовы их сделать. Ну что ж, сейчас у нас очередная музыкальная пауза, а потом мы поговорим о российских поклонниках марки Volvo. Программа особой важности. Большие люди. В программе «Большие люди» сегодня представители славной автомобильной компании Volvo. Знаменитую в России компанию на радио «Шансон» представляет Антон Свекольников. Антон, человек пришел в ваш салон, хочу купить Volvo, но нет денег. Как будете ему помогать? Ну, есть несколько способов. Если мы говорим про новый автомобиль, то есть наша фирменная кредитная программа, которая так и называется «Вольво Car Credit». В общем-то, по ней предлагаются довольно низкие процентные ставки, от 6,5%. Это на сегодня на рынке действительно низкая ставка. И есть такие варианты, когда вы вносите всего 20% от первоначальной стоимости автомобиля, и дальше берете кредит на 1, 2, 3 года. Это один вариант. Второй вариант, который, наверное, я бы рекомендовал. Также это наша программа по продаже автомобилей с пробегом «Вольво Селект». Мы продаем через официальных дилеров не только новые автомобили, но и поддержанные. Но это не просто поддержанный автомобиль, это автомобиль, который проверен согласно стандартам «Вольво». То есть каждый автомобиль проходит проверку более чем по 120 параметрам. Технически подтверждается, что этот автомобиль достоин того, чтобы попасть в программу. Если требуется какой-то ремонт или техническое обслуживание, то оно проводится только с использованием оригинальных запасных частей «Вольво», и автомобиль попадает в программу «Вольво Селект». При этом есть ограничения, что автомобиль должен быть не старше 5 лет. Соответственно, человек, который покупает этот автомобиль, он получает дополнительно к нему гарантию, которая действует в течение 12 месяцев или 25 тысяч километров пробега. И таким образом он может быть уверен, что как минимум еще в течение года у него никаких проблем с этим автомобилем не будет. А механика, у того механика, который, как семейный доктор, он тоже получает вместе с этим автомобилем? Клиент «Вольво» обслуживается в том дилерском центре, который ему нравится. Если он выберет дилера, которым раньше обслуживался автомобиль, и это был дилер, работающий в программе персональный сервис «Вольво», то, конечно, тогда этот механик будет дальше заниматься. Но вообще много таких людей, для которых кроме «Вольво» других автомобилей нет? На самом деле мы знаем то, что «Вольво» по лояльности своей клиентской аудитории один из брендов, у которого самая высокая лояльность. То есть наши клиенты чаще всего в 60% случаев пересаживаются с «Вольво» на «Вольво». И это для нас большая гордость, потому что мы многих клиентов знаем годами, даже, можно сказать, десятилетиями, которые приходят на наши мероприятия. И мы в этой связи стараемся им платить обратно той же монеты. Например, я говорил, что в этом году у нас будет на рынке появится абсолютно новый XC60. И до того, как автомобиль появится у дилеров, то через нашу официальную программу «Лояльность и привилежь в клуб» мы будем приглашать клиентов эксклюзивно первыми увидеть новый XC60 до того, как он появится на просторах дилерских центров. Мы продолжим разговор через пару минут. Следующая тема у нас «Безопасность» и еще «Кросс-кантри-хаус». Что это такое? На радио «Шансон» гостит компания «Вольво» об успехах, которые нам рассказывает Антон Свекольников. Важнейшая тема – безопасность. Компания «Вольво» стремится к тому, чтобы уже к 2020 году, то есть, по сути, через пару лет, водители и пассажиры «Вольво» не погибали и не получали серьезные травмы. Как проходит вот это воплощение этой идеи? Надо сказать, весьма амбициозной. Да, действительно. Ну, я бы сказал, что эта идея – это действительно наша философия, которой мы руководствуемся. Мы объявили, что мы стремимся создавать автомобили, в которых люди не будут погибать и получать серьезные травмы. И с каждым новым автомобилем мы обязательно представляем какую-то технологию безопасности, которая ранее либо не применялась в автомобилестроении, либо была очень дорогой и не предлагалась в базовых комплектациях. И, в частности, у нас есть наша фирменная система автоматического торможения, которая называется City Safety, которую с 2008 года мы устанавливаем во все автомобили «Вольво» в базовой версии. И сегодня, представляя, например, новый XC60, который в ближайшее время появится на рынке, мы еще раз усовершенствовали эту систему. И эта система позволяет не только предотвратить наезд, но впереди идущее транспортное средство на пешехода, на крупное животное, на велосипедиста. Но теперь еще на XC60, в случае, если этот наезд неизбежен, то система применяет как автоматическое торможение, так и подруливание. И помогает водителю снизить последствия ДТП или вообще его избежать. И, в частности, у нас есть статистика, которая подтверждает, что благодаря именно системе City Safety в Швеции, например, количество аварий с наездом сзади снизилось на 45%. Это, на мой взгляд, феноменальная цифра. И мы с вами часто стоим в Москве в пробках, когда наблюдаем ситуации, где кто-то въехал в кого-то и из-за этого создал затор. Вот, если вы обратите внимание, вы никогда не увидите современный автомобиль Volvo в такой ситуации. Поскольку, поскольку... Если только не въехали в него. Если только не въехали в него, да. Но на этот случай мы также предлагаем в автомобилях систему, которая смотрит над тем, что происходит сзади автомобиля. И в случае, если она понимает, что сзади движущееся транспортное средство слишком быстро приближается к вашему автомобилю, то включает стоп-сигнал и всячески показывает, сигнализирует водителю сзади, что необходимо притормозить немножко. Конечно, это не гарантия, но... Вообще, Volvo, приходя на наш рынок, объявляла безопасность своим девизом. Я помню свое интервью еще в 90-е годы с директором завода, который мне сказал, ну, как же мы придем на рынок, мы придумали, мы первые придумали третий ремень на заднем сидении. В то время, как у нас в те годы на переднем сидении никто не пристегивался. Но сейчас, мне кажется, что Volvo, именно Volvo, все-таки внесла некую... Ну, она сумела убедить российских автомобилистов озаботиться безопасностью. Это правда? Я думаю, что, безусловно, вклад Volvo во всемирную безопасность дорожного движения сложно преувеличить. И основным изобретением, которое внесло этот вклад еще более 50 лет назад, это был трехточечный ремень безопасности, который сегодня есть во всех автомобилях Volvo, во всех автомобилях других производителей. И это изобретение компании Volvo, на которую мы открыли лицензию, для того, чтобы она могла свободно использоваться всеми автомобильными брендами. А еще я помню, еще я помню, как вноволь вы относились вообще к безопасности, как там совершенно... Ну, в то время, с моей точки зрения, вообще было варварством. Мы шли, снимали по конвейеру, вдруг появлялся человек, который говорит, вот этот автомобиль сейчас поедет и будет разбит о стену. Его вынимали, снимали с конвейера и били. Такое происходило на заводе каждый день. И все это ради безопасности. Сейчас эта традиция как бы существует на заводе, это все продолжается. Да, в Гитеборге, в родном городе Volvo, более 15 лет работает, наверное, один из самых современных центров безопасности в мире, где, может быть, не каждый день, но действительно, постоянно происходят краш-тесты. Причем, сегодня, конечно, не обязательно бить реальные автомобили. Если реальных краш-тестов в год, может быть, проходит около 150, то виртуальных проходит тысячи и тысячи. Сегодня все эти краш-тесты прежде всего моделируются на компьютерах, и уже как финальный этап это происходит реальный краш-тест. Ну, здесь еще хотелось бы вот о чем сказать, что Volvo, это же все-таки имидж семейного автомобиля. То есть, мы идем от безопасности, да, к некой такой семейного, к идее семейного автомобиля. Его покупают, как правило, человек, который, у которого семья, которого действительно заботит безопасность, у которого нужно посадить много детей на заднее сидение. Вот этот имидж Volvo, семейного автомобиля, остается, вы его несете дальше? Абсолютно. Подавляющее большинство наших клиентов это семейные люди. Я бы сказал шире, то, что Volvo это автомобиль для людей, которым не безразличны другие люди. Потому что человек, который покупает автомобиль Volvo, он чаще всего заботится о своих близких, о себе, он думает о том, чтобы не попасть в аварию, в ДТП, ни в коем случае, дай бог, не сбить другого человека. Это люди, которым не безразлично то, что происходит вокруг, в том числе забота об окружающей среде и прочие, и прочие моменты. Вот такой портрет интеллигентного человека, желающего качественный, комфортный автомобиль для себя, с одной стороны, в какой-то степени роскошный, но при этом не кричащий роскоши машина. Вот это тот клиент, которого сегодня мы имеем. А я помню в старом рекламном ролике было такое, Вольво, жена провожает мужа и говорит, провожает, я жду тебя домой. Вот эта тема, она как бы тоже остается вокруг Вольво. Вот эти семейные отношения мужа-жены, которые провожают и хочет его вечером увидеть за ужином. Это тоже все в имидже Вольво? Безусловно, хотя в то же время сегодня большое количество наших клиентов это эти самые жены, которые с большим удовольствием садятся за руль наших кроссоверов, прежде всего, к Си-60, к Си-90 и иногда сами за рулем провожают мужа и на работу. А он уже ждет ее на ужин. По-разному бывает, и так точно, в том числе. У нас очередная запланированная пауза в бездетии с Антоном Свекольником, после которой мы поговорим о перспективных моделях Вольво. Программа с масштабом Большие люди Я напоминаю, что программа Большие люди сегодня автомобильная. У нас в гостях делегат компании Вольво Антон Свекольников. Переходим к самой интригующей теме беседы. Перспективные модели. Антон, раскрывайте секреты. Ну, я уже сказал, что мы в этом году представили довольно много новинок, и будем их дальше представлять. И уже в следующем году этот автомобиль появится в России, о котором я сейчас скажу. Но в ближайшие недели состоится мировая премьера новой модели, которая называется XC40. Это маленький кроссовер. Это сегмент, в котором раньше у Вольво не было автомобилей. И тем интереснее то, что мы наконец-то представим эту модель, расширив еще больше свою модельную линейку. Особенность этой машины для нас в том, что с этим автомобилем мы ориентируемся на молодую, очень яркую, молодежную культуру, которая, может быть, раньше даже и не рассматривала Вольво как автомобиль для себя. Все-таки мы привыкли к тому, что клиент Вольво это чаще всего состоявшийся взрослый человек с семьей, как мы говорили, с детьми, с собакой и кошкой. Но такси 40 это будет машина для таких ярких индивидуалистов. Она будет интересна тем, что мы, например, детально изучили, чего не хватает этой молодой аудитории. В частности, поняли, что чаще всего у молодых людей у них что-то всегда много, каких-то гаджетов с собой, каких-то карточек, чего-то все время такого в руках, что они с собой переносят. И в XC40 будет очень интересное решение сделано для того, чтобы сложить и не просто сбросить, как мы обычно в нишу бросим под рукой какие-то карточки, бутылку поставим, еще что-то. А там будет очень интересный интерьер, который буквально скоро мы раскроем. Досталось дождаться совсем чуть-чуть. Давайте подождем немножко. А что касается безопасности, безопасный будет автомобиль? Безусловно. Любой Volvo всегда это шаг вперед в области безопасности. Можно ли говорить о том, что этот автомобиль самый безопасный среди Volvo? Новинка же? Или еще рано об этом говорить? Обычно так и бывает. Как минимум автомобиль Вольва в своем сегменте обычно всегда становится самым безопасным автомобилем в сегменте. То есть, если это будет маленький кроссовер, то уверен, что он сможет составить конкуренцию всем остальным в области безопасности. Хорошо, тогда поговорим о проекте Cross Country House. Cross Country House тоже новая новая такая для Вольво, я понимаю, идея. Cross Country House что это такое? Cross Country House это временный отель, который мы открыли на побережье Финского залива в 80 километрах от Санкт-Петербурга в поддержку запуска модели V90 Cross Country, о которой мы сегодня говорили. И я всех приглашаю на наш официальный сайт, где можно почитать про этот отель. Очень интересный проект в роскошном месте, в сосновом лесу. Добро пожаловать. Ну что, большое спасибо, Антон, что вы пришли к нам на радио. Я надеюсь, нашим слушателям было интересно. И напомню, что у нас сегодня в программе был пиар-директор компании Volvo Cars в России Антон Свекольников. Уверен, нас услышали. Программа особой важности. О жизни в Луде.